всем привет в этом видео я хотел бы поговорить про такую маленькую неприятную вещь на суставе как гигрома как от этого избавиться во первых если она у вас еще на первых стадиях то есть мягкий шарик который появился вы на него нажимаете он постепенно уходит потом появляется обратно от него можно избавиться не хирургическим путем то есть без вмешательства хирургического ножа если же конечно она уже стала твердая то тут она уже начинает затруднять движение сустава нарушается функция самого сустава и приходится тогда действительно удалять ее хирургическим путем но исходя из своего собственного опыта когда мы с пацанами в 7 классе в школе носились как ненормальные по коридору и подпрыгивали стараясь достать до потолка рукой случилось так что я устав от множества попыток подпрыгивания с разбега и попытки достать рукой до висящей на потолке лампы как-то упал подвернул под себя руку и у меня возникла режущая дикая боль я несколько суток вообще не мог эту руку не повернуть ничего даже сжать в кулак легко не мог в школе писать ничего не мог я побоялся это сказать дома потому что я дома получил бы дополнительно еще по ушам по мозгам за то что так вот себя повел в школе пришлось бы ходить по врачам хирургу и т.д. и т.д. я боялся в общем боялся но через некоторое время где-то месяца через полтора-два у меня боль в руке суставе прошла все было хорошо все было нормально и появилась маленькая такая вот небольшая шишечка думаю фиг с ним мало ли переходный возраст мало ли там кости растут и т.д. через полгода эта шишечка превратилась в маленький шарик размером где-то сантиметра полтора мягкий шарик я вот так нажимал он уходил думал ну блин это наверное все таки последствия той травмы которые я тогда получил во время вот этих идиотских прыжков догадался и все еще я надеялся на то что она пройдет сама не хотела тени к хирургу не к врачу потому что последствия вот этих вот хирургических вмешательств последствий о себе дают знать и чисто случайно я зашел к ребятам в подвал они там сделали сама самопальную качалку какие-то самодельные гантели самодельные штанги ну я решил немножко подкачаться летом летом это было уже и я просто-напросто начал брать штангу и пытаться хоть как-то ее поднимать потому что я тогда был слабым хилым как воробей почему такой ты кто такой я орел а почему такой маленький болел много ну вот я детстве болел очень много поэтому решил таким образом подкачаться и через месяц таких вот поток в этой вот подвальной качалки я заметил что у меня вот это вот шишка на руке стала пропадать то есть она стала в размерах намного меньше чем было и я как ненормальный давай дальше заниматься уже гантелями дома у меня были гантельки по два с половиной килограмма больших тогда невозможно было достать и я занимался занимался качал эти суставы прокачивал в конечном итоге обошлось так что сама эта гигрома пропала сустав восстановился и врачу обращаться не пришлось значит сейчас я вам просто напросто покажу парочку упражнений для того чтобы восстановить свой сустав после травмы после последствий ушиба или перелома если у вас вдруг возникла гигрома на суставе гигрома сама по себе возник сама по себе не возникает ни из чего это последствия неправильного скажем так неудачного ушиба неудачной травмы выбивает мешкозную жидкость над косницу и образуется такая вот капсула поначалу она мягкая а потом она начинает твердеть потому что все таки мешкозная жидкость она содержит себе тоже кальций и постепенно если находится без движения на затвердевает затвердевает и само собой нарушается функция сустава она бывает не только на запястье она бывает на ладони они не гром и бывают даже на суставах пальцев многое зависит еще от вашей трудовой деятельности так вот у меня сейчас здесь вот такая вот гантелька пятерочка чтобы избавиться от возникшей к примеру здесь на суставе гигромы вы берете в руку гантелю вот так вот и начинаете делать вот такие вот наклонные движения рукой то есть вы садитесь на стул в кресло куда угодно упираете руку локтем на ногу и делаете вот такие вот движения не 5 6 повторений а пока рука не устанет минуты 3 4 5 вот такие вот движения потом можете делать другой рукой не повредит будет только польза когда это ваша травмированная рука уже отдохнула вы перекладываете гантелю обратно в руку и начинаете делать вот такие вот движения подъемные для того чтобы разработать сам сустав и укрепить связки и сухожилия этого сустава и тогда выполняя эти два упражнения в течение определенного времени ну допустим там два-три месяца вы заметите сами что у вас от той гигромы которая была в стартовый день не осталось и следа этими же упражнениями этими же упражнениями только с добавлением некоторых других элементов вот такое вот упражнение вот такое вот упражнение вращательная восьмерка вот такое вот упражнение с наклоном руки и подъемом кисти вверх здесь пойдем можно избавиться от туннельного синдрома то есть когда у вас срединный нерв проходящий из предплечья в кисть зажимается перестает правильно функционировать срединным нервом мы чувствуем большой палец указательный средний и безымянный мизинец работает от другого нерва так вот чтобы снять блокаду со срединного нерва так сказать вот это вот избавиться от туннельного синдрома делаем следующее первое упражнение вот такое как я вам показывал в начале две-три минуты как минимум переворачиваем руку делаем такие же движения только в эту сторону потом повернув руку поворачиваем влево-вправо гантель далее опять же вот такое вот упражнение как я вам показывал при лечении гигромы и восьмерочка эти упражнения желательно делать с двумя гантелями чтобы руки работали синхронно и тогда через некоторое время пускай там пройдет месяца 3-4 от вашего туннельного синдрома не останется и следа в следующем видео я вам покажу одно единственное упражнение она действительно уникальное и очень многие физиотерапевты фитнес тренеры просто-напросто выпускают его из внимания при лечении так называемого синдрома руки теннисиста то есть когда у вас сустав локтевой находится в ужасном состоянии вы не можете на нормально поднять руку вы просыпаетесь утром рука анимеет вы ее не чувствуете от локтя до кончиков пальцев она полностью немая проходит какое-то время пока чувства все восстанавливаются так вот чтобы избавиться от вот этого синдрома существует одно интересное уникальное упражнение такое подписывайтесь на канал ставьте лайк делитесь видео с друзьями и я сниму видео в котором покажу простейшее уникальное упражнение которое поможет вам избавиться от вот этих вот блокад и как он по-русски не знаю как называется по-немецкому теннис арм рука тенисиста вот это вот в локтевом суставе в общем всем удачи не болейте пока